дельфинчик пошли магазин поехали сейчас мы едем сейчас магазин славы ну что ты меня выдаешь и быстро деть это не сапоги полу под джинсами не видно вот взял и выдал мы едем сейчас и слава все-таки уломала ехать магазин в кауф ланд немножко далековато от нас находится но слова там что-то увидел в проспекте и я что-то увидел в проспекте поэтому я уговорила вообще хотел огородом сегодня заниматься что-то хотел посадить это посадил уже да что-то посадил кабачки в ту бочку маленький секрет вот там в ту бочку а что-то туалет поставил детская как раз специально партнер чтобы не поклевали да это запугивает птичек поставил это вопрос не привлекает внимание когда вот так красиво что растет для них это как лекция немецком лазить их привлекает это чтобы поклевать попробовать красиво каждый год красивая красивее красивее делаешь всем нам надо быстро ехать потому что слава еще хочет кое-что сделать потом когда приедем так что сейчас увидимся можно уже едем выехали теперь жарко в свитере свитер с длинным рукавом мне так даже жарко три манлягу включили не как это по-русски кондиционер или как наверно холодный воздух чтобы работать в общем 20 градусов окошко стоит прямо на дороге 20 градусов это 22 такая пограничная температура кому-то жарко кому-то прохладно в машине жарче на улице приятно в машине жара сейчас остынет кто-то зеркало лежает главное что слава был на первом плане потому что почему слава не в тюрьме прячься знаете почему я сейчас сказала славе дельфинчик а он русалка догадайтесь правильно слава короче сегодня приходится ночной говорит блин мне песни целы как это называется по-немецки о вон а по-русски не знаю засела в голову не вылазит да ну как то тоже есть название когда вот и всегда одна и та же песня у тебя в голове кружится и он говорит всю ночь ему песни вот это дельфины русалка осторожнее да вот короче и он там не только про это рассказал пошел спать и теперь у меня весь день эта песня дельфин и русалка а сейчас стою краше слышу он ходит и говорит Николай поэтому я засмеялась какой Николай ты запел нет я что-то другое там пел не мне послышал что-то был Николай я думаю следующая песня у тебя в голове у меня все еще это не да дельфин и русалка ну я уже стал переделать песню чтобы потом вылетел из города да там поется не пара не пара он поет за пара за пара запарили русалка у них если честно за пара за пара за пара ты все равно поешь да нет потом легче стало легче стало уснул да после этого меньше стало давайте спать нет ничего у меня недели ночные критические ночные он мне говорит у тебя критические дни бывают а у меня критические ночи 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 или ночи всю неделю как после нового года когда вот люди когда они это непривычные не знают что такое не спать всю ночь в этот новый год когда проходит и у меня вот это состояние вот с возрастом это хуже становится такое чувство как будто воздух накачал и увидишь что там не представляю что там громкие звуки начинают раздражать сразу голова болит начинает если что кто то что там сейчас едем нам нельзя петь бой нам нельзя музыку слушать потому что ютуб это не пропустит радио а мне радость тихо хорошо давай я в пыль дельфин русалку полюбил глубокой трепетной любовью он чуткий сон ее хранил не слез на ноги к изголовью он позабыл что дельфин забыл семью свою родную в одежде робкой поцелуя дельфины русалка сюжет этой песни твоя подсказала гитара дельфины русалка они если честно не пора не пора не пора не пора слава не знаю а мы еще можем славой слава может чуть-чуть на гитаре играть и мы а ты вообще уже способ был про нее она у нас еще есть вообще да я ее наверное 25 она будет как-нибудь сыграть ты играешь вот это на маленьком плату сквозь бурь и грозы дождь и грозы не знаю это неправильно два места на маленьком плату сквозь бурь и грозы привет юрику блин ну как у нас сквозь бурь и грозы взяв только сны и грозы взяв только сны и грозы взяв только сны и грозы и детскую мечту я тихо уплыву ты уплывешь ты уплывешь можно ка дальше слава того будет немцем Под гитару как-то лучше идет. Давно-давно ты уже не играл. Вот надо обязательно как-нибудь попеть немножко. Еще какой-то там играл. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Да? Классная песня. Студенческие песни. Дети, между прочим, тоже не играли. Шашлык, костер, волейбол и песня с под гитарой. Или ты умел эту играть песню? Да, умел. Подожди, на день рождения ты пел. Нет, как это называется? А мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом. Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Да? Ты умеешь же это играть? Надо брата барабанщика тоже. Слав, ты же умеешь это играть? Нет. Но умел. Я уже все забыл. Да, вспомнишь. Не умел, еще и забыл. Блин, слова не знаю. Я вообще люблю. Я себе иногда в компьютер включу минусовку. И там музыка, и слова. И сижу пою. Обожаю. Слава мне хочет купить. Такой караоке. Такой, как это, анлага, не анлага, по-русски, по-русски. В общем. Центр такой. Нет. Ну, центр тоже как-то. Да, там. Ну, и вот так, как раз. Он выглядит как магнитофон. Ну, там подключаются эти, знаете, ой, как микрофон, как магнитофон. Не, как я сказала. Выглядит как магнитофон. Подключаются микрофоны, куда можно и USB воткнуть, или через телефон подключить туда, чтобы музыку через телефон, короче, ну, там. Ну, короче, такое. У нас была недавно акция такая в магазине. За 89 евро. Она настоящая стоила сколько? 200. 200. С 200 на 89. Мы уже прозевали. Теперь мы ее в интернете нашли. Вот как мы первую закладу получили в Ашкубе. Да, Слава? Мы еще подумаем. Мы уже вообще полтора года думаем. У меня одно время было, что я каждый день пела, пела. Говорю, блин, так охота. Я так через, через, на свой телефон записывала. Потом говорю, вот я себе это на день рождения или на Новый год хотела. Как в подарок. Потом что-то деньги жалко было. Не купили. Думаю, ах, обойдусь. Потом опять, опять. Жалко. Жалко не бывает. Бывают расчеты. Или что-то другое. В Германии всегда надо очень хорошо считать. Потому что много расходов. Мелких, разных и больших. И сейчас я считаю, ага, надо покупать новые колеса. Надо покупать на другую машину новые колеса. И здесь так просто чуть-чуть покатаюсь, не получится. Потому что не пройдешь техосмотр и все. Без машины никуда. Надо посмотреть, сколько это стоит. И так, да, и тому подобное. Надо крышу ремонтировать. И потом посчитаешь, надо, надо, надо. И на карауке денег не остается. Ну, не только на карауке. Не только на карауке. Ну, ничего, сейчас легче будет. Я пришла на работу, да? Петь будем вместе. Смотри. Новыми ножами. Жить будет веселее. Все три. Все равно не вижу, я без очков. А вот они у тебя. Без очков защемилы. Если новые эти ножи купила, они очень-очень-очень острые. У меня не порезалось, но почти. Потом приедем домой, покажем, что все, что мы купили. Включай. Включай. Меня просили снять про коньяк. Сколько у нас коньяки стоят? Вот такой коньяк. Стоит вот 17,49. Вот такой коньяк. 25,99. Вот такой коньяк. Бисквит-коньяк. 21,99. Ой, это что такое? Это рома, здоровенная. Но это не коньяк. Нет, коньяк это... Ну, вот только вот эти вот. Специальный дуб, который у нас стоит в Кайпо, во Франции. И поэтому коньяком имеет право называться только тот напиток, который настоен на этом дубе. Это патент, защищенный патентом пива. А, вот еще, смотри, в Ангаботе, 10,99. Коньяк тоже. Выдержка 3 года. Вот такой. Если, чтобы были, мне не дали. Можно было попробовать. Но этот вкус мне тоже нравится. Вот дуба. Да. Вот это все коньяки, которые тут есть. Да. Бывает просто подделки. Это совсем другое. Это самостоятельно. Короче, вот это, это как по скидке 10,99. А вот 26, тут самый дорогой. Есть 21 и 17,49. Да. Ну, хорошее качество, оно начинается от 40-го, поэтому коньяки здесь в этих магазинах для всех вряд бы продают. Другая литер. 12 лет, 24 евро стоит. А вот этот, джентльменджек, 40 евро стоит. 14 лет выдержки. Ну да, это когда в кино показывают мажоров, которые в руках носят вот как-то, 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 как-то. Да, ну все. Приехали домой. Сейчас покажу вот такую большую сумку. И вот там закупились. Покажу все, что мы купили. Сначала покажу, мы там, поехали в Кауфланд, а там внутри был еще такой обувной магазин. И такие скидки сегодня там были. Купила Леону вот такую сумку. Это для плавания, чтобы он с собой возил туда. Тут кармашек. Потом вот тут кармашек есть. Бутылочку можно будет пить, не пиво, пить поставить. Ну и тут большой, большой такой отделение сейчас. Вот. И вот сюда можно будет этот гель для души положить. Сюда мокрые вещи можно положить. Плавки его мокрые. Вот она стоила 7,90 всего. И такие скидки там на обувь были. Слава себе, три пары обуви купил. Они бы, если бы он по отдельности покупал, они бы им стоили все вместе. 150 евро. Одна пара какая-то стоила... Две пары стоили по 50, нормальная цена. А одна 40 евро... Не, одна 50, одна 60, одна 40 евро стоила пара. Не знаю теперь, какая, сколько. Вот. А он купил каждую пару скидка. Вот. На 9,99. Вот. Да, вот стоит. Вот эти, например, 59,90 стоили. Я специально посмотрела. Было интересно, со скольки скидка. Ох, настоящая кожа. Вот такие вот. Такая подошва. Видно, что дорогие, хорошо прошиты. Прошивка такая. Вот такие. Плюс. Вот эти 50 евро стоили. Вот тут-то можно видеть зачеркнуто. 49,99. Ну. Вот. Тоже за 9,90 купили. Тоже настоящая кожа. Хорошо прошита. Все хорошо сделано. Вот. 9,99. 44 размер. И вот эти вот. Они стоили 40 евро. Удешевленные. Тоже на 9,99. Они такие с ткани сделаны. Вот такая обувь. Три пара за 30 евро, которые вы стоили за 150. Это средний ответ с долей. Так. Теперь в Кауфландии. Мы купили. Леон. Леон нам заказал вот этот чипс. И отгадайте, почему. Здесь, короче, можно выиграть. Тут такая. Сейчас покажу. Вот. Задаешь в компьютере. Вот такой сайт, на который надо зайти. Задаешь вот этот вот номер. И тебе сразу выходит, выиграл ты или нет. Вот этот вот. Вот этот вот. Нинтендо свитч. Это которая новая сейчас вышла. И они уже нас просят, чтобы мы им это купили. Но оно уже ужасно дорогое. И я говорю, копите. У них копилка есть. Накопите, купите. А теперь есть вот такая вот возможность его выиграть. Во что я вообще не верю. Мы еще никогда в жизни никогда не выигрывали. И на вот эти все игры, которые там. Ну, пообещали ему, что купим. Вот купили три пачки. Одну ему, одну льюзу. Замыли. Завтра Замыль приедет. Конечно, не каждый по пачке съест. Но потихоньку. Сначала одну втроем. Потом на следующий день вторую. Вот так вот, короче. Вот три пачки чипсов. Потом. Вот такие йогурты купили. Они очень любят. Вот такой вот с шоколадом. И такие хлопья шоколадные. И банановый. Да. С банановым вкусом. Я тоже его очень люблю. Вот шесть штук купили. Вот. Они уже не дождутся. Но быстро. Ну, если киньше йогурт не имеют. А то... Вот такие. С молоком. Такое вот. Кенокс. О, тут тоже что-то. Вот тут тоже. Шок моги. Сахангелин прайс. Только сейчас заметила. Минус пятьдесят процентов. Что-то надо разобраться. Что-то такое. А, это если мы поедем вот в этот. Вот в Силяев. Или в Леголанд. Или... Что тут еще? Гардоланд. Вот. Ну, короче. Вот в эти места, если мы поедем. То 50% скидка будет. Если мы вот это вот вырежем. Как раз на максимально пять человек. Как раз как на нашу семью. Вот если мы летом поедем. Надо будет это вырезать. И 50% скидка будет. Классно. Такое сейчас заметила. Потом вот такой вот хлеб. Как всегда. Сэндвич. Жарить. Это по утрам. Потом. Вот такой вот хлеб. Мы любим. Эти самые любят школу тоже брать. Это подкладки я себе купила. Такое мороженое дети тоже любят. Купили. Самый завтра приедет. Потом вот такие вот киндопингуин. Шоколадные. Тоже вкусные. Потом вот такое вот яблочное пюре. Вот такие. Как это называется? Текст мака. Маркировый. Как я не знаю, как это называется. Такие карандаши неоновые. Или он хотел. Такой вот виноград. Без косточек купили. Потом акция была на этот кефир мой любимый. Купили. Такое вот варенье ягодичное. Потом вот такую кукурузку. Две пачки яиц. Две пачки яиц. Такое белое вино. Мы покупали это в этом магазине, где я работаю. Слава первый раз покупал. Нам очень-очень понравилось. Белое такое вино. И мы сейчас две бутылки купили. И Слава решил все-таки попробовать. Купил себе этот коньяк, который мы там в магазине снимали, показывали. Вот это все продукты. Ну, мы еще купили, Слава, еще один мешок земли купил для растений. И две упаковки углей, чтобы это, ну, на шашлык для гриля, короче. Две упаковки. Вот такие у нас покупки. Сейчас покажу чек, сколько мы заплатили. Вот чек. Вот все эти цены. Вот это вино стоило 3,58. Нет, вместе 3,58. Евро 75, что ли? Да. Ну, вот такие вот цены. Вот все вместе мы заплатили 62 евро, 45 центов. Ну, и за обувь 30 евро. Вот такие покупочки. Сейчас буду все разбирать. И отдыхать. Так что, теперь точно прощаемся со всеми. Всем спасибо за просмотр. И до следующего видео. Пока. Пока.